Добрый день! Рассказывая о более чем столетней истории компании Scania, я должен сообщить вам, что все начиналось с железнодорожных вагонов. Хотя, если быть абсолютно честным, то это не до конца так. В общем, обо всем попытаемся вам рассказать подробнее. Задача сюжета – рассказать о малоизвестных для многих вехах становления компании. В этом нам помогут музей городского транспорта в Стокгольме и собственный музей Scania. Современное Scania зарождалось почти одновременно в двух местах. В 1891 году в городке Сёдер-Телье открылась компания Вабис, производящая вагоны. Вот так выглядел салон третьего класса в вагоне, который выпускал Вабис с 1901 года. Дерево. Нельзя было курить, если вы не смогли договориться со всеми пассажирами. Салон второго класса выглядел уже совсем по-другому. Здесь мягко, здесь не так просторно, но очень уютно. Я даже не могу себе представить, как выглядел салон первого класса. Но вот что совершенно потрясает, так это фарфоровый туалет в начале 20 века. Пятью годами позже английская компания «Хамбер» открыла в Мальме завод по производству велосипедов, который был в 1900 году переименован в «Скане». Первыми начали конструировать автомобили на заводе Вабис. В августе 1897 года первый шведский легковой автомобиль проехал свои первые 150 метров. Реплика первого шведского автомобиля. Это 1897 год. Дизайн принадлежит Вабис. Машина сделана из дерева большей частью. Уже, конечно, с трессорами. И вот так выглядел фактически двигатель того времени. Тем временем в Мальме тоже решили попробовать свои силы в легковом автомобилестроении. В 1903 году был выпущен первый серийный легковой автомобиль от «Скане». Серия была, правда, небольшая, всего пять автомобилей, тем не менее, это уже веха. Вы видите перед собой машину, которая служила верой и правдой ежедневно на протяжении 15 лет. Машина двойного назначения. Вот этот ящик снимался при желании, и туда можно было поставить еще одно сидение для пассажиров. В марте 1910 года начались переговоры между Вабис и «Скане» о слиянии. Это была вынужденная мера в рыночной борьбе против невмеру агрессивных американских производителей. И уже в марте 1911 года появилась объединенная марка «Скане» Вабис. Первые пару лет легковые машины представляли собой оригинальную смесь из агрегатов обоих производителей. Век легковых автомобилей «Скане» был достаточно коротким. Уже в 1925 году было принято решение больше легковушки не выпускать. То, что мы видим здесь, это исключение из правил. Машина построена в 1929 году из запчастей. И сделана она была специально по спецзаказу, можно сказать, для генерального директора, который должен был перемещаться от завода до офиса. Целых 32 километра. Удивительно, но даже после окончания выпуска легковушек, узлы и агрегаты к ним продолжали жить своей жизнью. Этот агрегат, этот двигатель 1912 года использовался на лесопилке. Вот привод осуществлялся при помощи такого кожаного ремня. Потрясает ноу-хау человек, который придумал систему охлаждения. По сути, вот это вот радиатор. Сюда поступала горячая вода, потом опускалась вниз, охлаждалась. Но не было радиаторов у бедного крестьянина, вернее, у бедного владельца лесопилки. Скания устойчиво ассоциируется с коммерческим транспортом. И речь идет не только о грузовых и пассажирских перевозках. Возможно, всему виной шведская обстоятельность и практичность. На мой взгляд, абсолютно уникальная история. Вот этот вот старый 22-го года автомобиль Скания, который фермер превратил для своих нужд в трактор. Это было буквально по ветрем в те времена. Ставились назад большего радиуса колеса. Менялся, соответственно, задний мост и коробка. И получалась такая тяговитая штука, трактор-мобиль, можно сказать, на которую фактически можно было пахать. Подобного рода техника была настолько популярна в Швеции, что породила абсолютно официально целый класс. Сейчас есть так называемые в Швеции аттрактора. Это легковой автомобиль, видоизмененный настолько, что на нем нельзя ездить больше 40 км в час. Физически невозможно. На них обычно ездят подростки, либо престарелые дамы, которые катаются где-нибудь у себя в деревне, ездят за покупками. В чем преимущество? Во-первых, не нужны права, достаточно прав мопедных. А во-вторых, это просто очень удобная конструкция, на которой можно возить все, что угодно. И при этом без риска разбиться. Раз уж мы начали говорить о коммерческом транспорте, обязательно стоит вспомнить и о первых автобусах. Они появились, как и положено, почти одновременно с грузовиками. Первый автобус не дожил до нашего времени, его утопили еще тогда. Он своим шумом очень пугал лошадей. Так что можно сказать, что в этом музее вот это самый, наверное, старый автобус. В те времена автобусы делали на базе грузовиков. Тем не менее, это уже, скажем, версия шасси адаптированной для перевозки пассажиров. По клажу и багаж клали сверху, пассажиры сидели внутри. Такая схема до сих пор используется часто в Латинской Америке. В 1922 году появилась эта модель, выпускаемая по заказу почтового ведомства. Непременным атрибутом был встроенный почтовый ящик. Автобусы были рассчитаны на 12 пассажиров, и из 15 машин, входивших в эту серию, часть оснащалась лыжами и съемными грунтозацепами. Однако стоит понимать, что автобусы на грузовом шасси – это вынужденная и временная мера. А это автобус «Каня» следующего поколения. Он находится в городском Стокгольмском музее общественного транспорта. Это уже совсем другая история. Несмотря на то, что руль по-прежнему находится справа стороны, так будет в Швеции до 1967 года, здесь водитель находится уже внутри салона. То есть ему уж не так холодно и значительно более комфортно. Собственно, как и пассажирам. Если раньше они сидели на деревянных таких вот скамейках, то теперь это абсолютно мягкие и удобные кожаные диваны. Помещалось в этом автобусе до 40 человек. Часть из них сидела, часть из них стояла. И надо сказать, что, в принципе, это достаточно большое транспортное средство могло разгоняться до скорости в 30 км в час. Что важно, во всяком случае, по тем временам. Смотрите. Красный цвет. Красный цвет – это значит, что либо автобус, либо троллейбус. Таким образом различались транспортные средства. Метро было зеленым, а трамвай, который ходил по рельсам, был голубым. Вернее, синим. То, что мы здесь сейчас видим, это, в общем, некое ноу-хау, которое использовалось в непростые годы, на рубеже 30-х, 40-х годов. Когда с обычным топливом было плохо, используются вот такие вот газогенераторные установки. В ход шло все что угодно. Обычный газ, древесина, которая сжигалась в топке, или, скажем, карбид, который смешивался с водой. В результате по специальным трубам из этих прицепов газ подавался в двигатель, находящийся в салоне, то есть фактически под передним сидением. Можете представить, чем это было чревато. В общем, люди могли угореть, и продержалась эта система буквально года два. Наш рассказ все время крутится вокруг грузовиков, что закономерно. А тем временем, в этом году грузовикам Scania исполняется 111 лет. Интересно, но в 1902 году свои полуторки, не сговариваясь, выпустили одновременно и на заводе Вабис, и на заводе в Сёдер-Телли. К сожалению, не все автомобили сохранились. Вот так выглядел самый первый грузовик от Scania. А вот на платформе этих грузовиков в 1910 году были сделаны две машины, которые поступили в Россию. На базе вот такого грузовика были поставлены несколько машин в Санкт-Петербург. Машины имели специальную настройку, которая помогала чинить провода для трамваев. Управлять автомобилем начала прошлого века было достаточно сложно. Хотя были несколько ноу-хау, которые помогали водителю. Например, я обратил внимание на эту подставку под ногу у педали газа. Более того, была возможность газ регулировать вручную, фиксировать таким образом. Передача переключалась вот таким рычагом, но тут тоже была своя сложность. Дело в том, что передача не фиксировалась, нужно было буквально вручную ловить каждую передачу. По поводу тормозов. Должен заметить, что помимо основного тормоза, который, собственно, выжимался обычной педалью, был вот такой вот стояночный и очень интересная штука. Вот эта веревка, если ее потянуть вверх и потом спустить, она включала специальный механизм, который можно бы сейчас назвать противооткатным тормозом. То есть вот эта рама падала вниз и упиралась в землю. Таким образом машина, стоящая, скажем, под уклоном, не катилась назад. Просто гениально. Надо заметить, что Россия всегда была стратегически важным партнером для «Скания». Даже в те времена, в начале прошлого века, когда продукция была ориентирована в основном на внутренний рынок. Это было время революции. И не только в России, и не только политически. Грузовик 19-го года, который, честно, послужил до 1946-го года. Грузоподъемностью около двух тонн, но интересен он даже не этим, а вот чем. Смотрите, здесь комбинированно стоит кардан и цепная передача. Таким образом мы получаем фактически независимую подвеску. То есть сзади у нас нет редуктора, и повышается клиренс. Единственным минусом этого автомобиля является то, что он не мог ехать со скоростью больше, чем 20 км в час. Возможно, это особенности конструкции. Следуя тезису Казьмы Пруткова, мы не пытаемся объять необъятное и рассказать в короткой передаче о более чем столетней истории развития компании «Скания». Это тема для серьезной диссертации. Мы лишь отметили некоторые наиболее интересные, с нашей точки зрения, веки, так сказать, этапы большого пути. Мне кажется, что если бы существовало машинное время, мы могли бы пригласить сюда дизайнеров из прошлого, они посмотрели бы на эту машину и одобрили бы ее дизайн. И это только начало, ведь прошло всего каких-то сто лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин